МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ноябрьск-24". Продолжает свою работу. Прямо сейчас мы готовы подвести итоги среды. Могут завершить раньше срока. В ноябрьске жилые дома на улице Дружба планируют сдать уже в этом году. Стерилизуют, превьют, чипируют и выпустят. Бездомных животных будут содержать по-новому. И башенный кран, тяжелая техника. Региональный фестиваль Робофест раскрывает таланты. Жилые дома на улице Дружба планируют сдать раньше срока. В микрорайоне А сейчас возводится два пятиэтажных дома на 110 квартир каждый. Застройщик, а это компания Промтехмаш, намерен в ближайшее время приступить к строительству кровли на первом доме. А уже весной начать внутренние работы. Все квартиры в домах будут в чистовой отделке. И большинство предназначены для переселения граждан из аварийного жилья. Строительство началось в 2018 году. И по документам должно закончиться во втором квартале 2021. Однако застройщик намерен сдать пятиэтажки уже в этом году. Начало марта планируем вставлять окна. Вставим окна, пойдет электрика, сантехника, уже отопление. По плану у нас июнь 2021 года, окончание работ. По обоим домам? По обоим домам, да. Ну, руководство, есть стремление, желание закончить работу в этом году. Бездомных животных в Ноябрьске теперь будут содержать по-новому. 30 дней продержат в службе отлова, стерилизуют, вакцинируют и чипируют, а после всех процедур вновь выпустят на улицу. Я им ввожу чип. Вот. Все. Установка маленького чипа занимает у ветеринаров всего секунду. Собака поймана на улицах Ноябрьска несколько дней назад. Ей уже поставили прививки от бешенства, а чип поможет в будущем любому человеку узнать всю информацию об этом животном. После этого будет туда зависела карточка, что она сделала прививка, вакцинация от бешенства, комплексная прививка. То есть будет описание, что это собака, там кобель кастрированный. Вес, грубо говоря, где-то 15 килограмм. Теперь такие процедуры будут проводить всем бездомышам, и кошкам, и собакам. Изменения в систему отлова были внесены после того, как в силу вступил федеральный закон об ответственном обращении с животными. Всех пойманных на улицах беспризорных псов будут сначала помещать в карантин, если надо лечить и чипировать. А главное стерилизовать, чтобы животное не могло приносить потомство. Вакцинируются животные, прививаются, чипируются и проводится стерилизация. В дальнейшем животному помогают ветеринары адаптироваться и выпускают в среду обитания прежнюю. Здесь уже у нас есть первые питомцы. Собаки были отломлены совсем недавно. Нужно сказать, что... Это были бездомные щенки? Да, бездомные щенки. Лекарства, медикаменты, тёплые вольеры и даже аппарат УЗИ для животных. Две недели назад в Лабутнанге торжественно открыли первый на Ямале приют для бездомных собак и кошек. По распоряжению губернатора в ближайшее время такие учреждения появятся во всех районах округа. Как всегда, у нас общество делится на две категории. Одни ярые защитники, другие. И столкнулся, особенно когда касается детей, с тем или иным агрессивным поведением животных. Это всегда два противоположных лагеря. Такие центры позволяют эти интересы свести в одном месте, когда все найдут свой ответ. Приют для животных планируется открыть и в нашем городе. Городские власти уже приобрели здание на промзоне. А в качестве даты открытия учреждения называют май 2020 года. С этого момента отловленных животных будут привозить в приют и именно там проводить все положенные процедуры. Правда, о пожизненном содержании уличных псов речь пока не идет. После стерилизации и вакцинации животных будут вновь выпускать на улицу. За счет государства идет вакцинация животных, прививка, ну и количество уменьшений. То есть стерилизация и кастрация, что уменьшить приплоды и развитие, как говорится, беспородящих животных. Ну, я думаю, не сразу так будет видно результат, но через какой-то период времени должен быть видно, что идет работа, идет уменьшение численности безнадзорных бродячих животных. А вот волонтеры нововведения воспринимают пока настороженно. Как только в Ноябрьске начались разговоры о строительстве приюта, жители города просто завалили зоозащитников звонками и вопросами, куда они могут отвезти свое домашнее, но уставшее ненужным животное. Пусть жители перед тем, как спрашивать и, в принципе, сдавать, ну, уже на будущее мы должны предупредить своих питомцев в приют, пусть они знают, что дальше с ними будет. Привили, вакцинировали, стерилизовали и выпустили на улицу. И как сложится судьба питомца, которого вы туда сдали, ну, никому неизвестно. А потому волонтеры просят в очередной раз напомнить. Бездомные животные появляются на улицах из-за безответственности людей, а новые законы призваны облегчить жизнь не нерадивым хозяевам, а их бывшим питомцам. Да и то временно. В итоге бездомыши все равно окажутся на улице. Евгения Демина, Сергей Павлов, Александр Пахланов. Ноябрьск, 24. На Ямале число заболевших гриппом за неделю выросло на 25 человек. Такие данные публикует региональный Роспотребнадзор. По информации ведомства, не только выросло количество заболевших гриппом, но и увеличилось количество территорий, где зарегистрированы новые случаи. Всего же в округе лабораторно подтвержден грипп у 55 человек, и только в трех случаях заболевшие привиты от гриппа. В ноябрьский чай школьников в среду не пошли на занятия из-за морозов. Официальных рекомендаций от оперативных служб нет, однако в соцсетях родители пишут, что подростков оставили дома. Тем временем региональное управление МЧС прогнозирует понижение температуры ночью до минус 35 градусов, а порывы ветра могут усилиться до 14 метров в секунду. Госдума приняла в третьем чтении закон, который вносит изменения в вопросы денежного содержания ребенка после развода родителей. Речь идет о тратах на квартиру. Если ребенок после развода супругов остался проживать, к примеру, с матерью, она имеет полное право потребовать у бывшего мужа оплачивать часть расходов на жилье. И наоборот. По мнению депутатов, такое нововведение позволит защитить права несовершеннолетних. Причем эта сумма рассчитывается отдельно от алиментов. Возможность привлечь каждого из родителей к оплате расходов на квартиру существовала в Семейном кодексе и до поправки. Правда, воспользоваться таким правом можно было только в том случае, если у ребенка имеются серьезные проблемы со здоровьем. В ноябрьске на скамье подсудимых оказался местный житель, который во время ссоры со своей сожительницей схватился за ножницы. Мужчина нанес женщине один удар, но его хватило, чтобы история закончилась трагедией. Ножницы попали в область ключицы, задели артерию, женщина скончалась. А ее сожитель отправился в колонию строгого режима на 9 лет. Здесь фактически причинение тяжкого вреда здоровью, которое влечет по неосторожности смерть человека. По наказанию оно сопоставимо с наказанием, предусмотренным статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 1, то есть за убийство. Ну и, естественно, до 15 лет лишения свободы санкция предусматривает, относится законодателям категории преступлений особо тяжких. Субтитры создавал DimaTorzok В году городу исполняется 45 лет, будут два дня – 5 и 6 сентября. Поскольку это юбилейный год, очень хотелось бы все-таки затронуть историю, начиная с создания города, и вспомнить тех людей, которые создавали города, и в первую очередь отработать с почетными жителями города. Первые победители фестиваля «Робофест» названы. Подведены итоги семейные эстафеты. Это один из этапов городского чемпионата Покубора. В ней приняли участие 12 команд, каждая из двух человек. Воспитанники детских садов выступали в паре со своими бабушками и дедушками. В результате третье место поделили дошколятые с колокольчика и снегурочки. Второе у команд «Фиксики» из центра Ювента и «Ямальский холодок» они представляли садик «Золотая рыбка». Первое место у семьи из «Аленького цветочка». Их команда называется «Фортуна», а также у пары под названием «Юные титаны» они представили Ювенту. Городской чемпионат Покубора проходит по инициативе центра Ювента. Проект поддерживает компания «Газпромнефть». Они дали не только старт развитию нового направления инженерного творчества, как конструированию Кубора, но и они привлекают различные возрастные группы. Очень интересные получились соревнования. Мы видели, что все представители команды не остались без внимания, все получили призы. И, соответственно, мы желаем Ювенте нашему партнеру программы социальных инвестиций «Родные города» только дальнейших успехов. В Ноябрьск приехали юные инженеры со всего Ямала. В городе в пятый раз проходит региональный фестиваль «Робофест». Чем уникальные юбилейные соревнования и каким дети хотят видеть мир будущего, расскажет Екатерина Бруцкая. На маленькой площадке большая стройка. Все как в жизни. Башенный кран, тяжелая техника и рабочие, и начальники. «Умный дом» – проект шестилетних инженеров Ноябрьска. Идея родилась во время экскурсии по городу. Ребята заметили, объектов с доступной средой не так много, а жилых домов еще меньше. Поэтому решили создать жилье комфортное для людей с ограничениями здоровья. Вход в дом оборудован не только колесным проходом, но еще и панусом. Инвалид ведь не может заехать по ступенькам. И двери раздвижены, потому что инвалид не может самостоятельно подъехать те открытия. Сделали ветрогенераторы, солнечные коллекторы, чтобы не загрязнять природу, не рыть всякие шахты, не переводить нефть. Построить будущее. Такая идея объединила больше трехсот ямальских детей. На юбилейном Робофесте 12 муниципалитетов. Проявить талант сможет каждый. Направлений 10. Причем конструирование и программирование привлекают не только мальчиков. Карине Тарасенко 9 в мир роботов погрузилась в этом учебном году. И уже выступает на соревнованиях. Я в интернете посмотрела, как там это все делать. Вот там на соревнованиях все было интересно, поэтому я захотела тоже. Поэтому началась заниматься. Деревянные лабиринты и стук стеклянных шаров. Городской чемпионат по Кубору в этом году впервые на Робофесте. В эти дни 140 участников возводят конструкции из кубиков. Всем правит логика. И первыми ее испытали семейные команды. Это пары из дошкалят с их бабушками или дедушками. Я вот немножко тоже там съемок чуть-чуть разбираюсь. Говорю, так надо. А он говорит, нет. И вот мы спорим с ним, но он доказывает свое и оказывается прав. Моделировать из кубора в Ноябрьске учит центр Ювента. В прошлом году проект выиграл грант «Родные города» Газпромнефти. Получили почти 400 тысяч на покупку шведского конструктора. И теперь на нем обучаются больше 60 человек. В планах стать региональным центром кубора. Развитие идет и в Новосибирской области, и в Иркутской области, и в Тюменской области. Но наш регион тоже должен. И богат вообще инженерными такими ребятами, интересными, кто творческие мысли. Так что развивать должны мы и это направление тоже. Новые направления и смелые воплощения. С каждым годом интерес к техническому творчеству только растет. А фестиваль дает участникам возможность развиваться. Победители представят округ на следующем этапе в Красноярске. Те, чьи работы отметят и на этом уровне, получат шанс предложить свои идеи в Москве. В Москве в марте этого года одно из направлений как раз – это инженерные проекты. Где уже на сегодняшний день могут заявиться команды. И уже непосредственно вести взаимодействие с теми предприятиями Российской Федерации, которые выставляют свои определенные технические задания. Дух соперничества разбавили тренинги, семинары и доклады. Эти дети обучаются играя и хорошо знают, каким хотят видеть мир. И не только знают, они его строят. Екатерина Бруцкая, Александр Морозов, Ноябрьск, 24. На Ямале впервые пройдет международный форум молодых лидеров БРИКС и ШОС. Об этом сообщил директор окружного департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайрулин. Форум состоится в Салихарде, в единственном в мире городе на Полярном круге. И соберет сотни участников из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и десятка других стран. На встрече рассмотрят итоги заседания Совета глав государств, членов ШОС и саммита БРИКС. Подготовят предложения по развитию гуманитарного сотрудничества. На Ямале выбрали лучший логотип к юбилею округа. В департаменте внешних связей подвели итоги конкурса. Лицом юбилейного логотипа стал мамонт, в бивне которого образует цифру 90. Автор Андрей Блинов, дизайнер из Москвы. Теперь логотип станет символом предстоящего юбилея. Будет размещен на сувенирной продукции, одежде, баннерах и сайтах. В конкурсе участвовали 64 дизайнера. Это 327 работ со всей России. Далее мои коллеги расскажут о погоде и спорте. Не пропустите.